МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Законодатели» и я, ее ведущая, Ольга Панова. Этим выпуском мы открываем юбилейный парламентский год. В 2014-м Государственному Совету Республики исполняется 20 лет. О том, каким будет этот год для парламента региона, не только, в интервью законодателям рассказал спикер Госсовета Юрий Попов. Юрий Алексеевич, Госсовету пятого созыва выпала честь, ну, быть может, даже испытание, отметить 20-летие новейшей истории законодательного органа республики. Вот хотелось бы услышать, каким будет этот год для парламента и чего ждать общественности, которая за деятельностью депутатов пристально следит. Ну, как-никак, это 20-летие, какая-то уже дата. И 20-летие принято. У нас отмечали Конституцию Российской Федерации. И, наверное, мы тоже на стороне не останемся. Мы хотим народу показать именно, что мы сделали, именно пятый созыв, но до этого вот все пять созывов, они след в истории Чувашской республики оставили. Например, взять законопроектных работ за эти годы, за 20 лет, где-то 1200 законов принято. У действующих в данный момент где-то 860 законов действующие. Остальные утратили силу. Но в то же время приняли второй созыв – это Конституция Чувашской республики. Вот на основании этих законов и на основании Конституции сегодняшний день существует у нас республика. И живет народ Чувашской республики. Что касается мероприятий, которые мы будем отмечать, конечно, уже мы начали, начали. Мы будем провести круглые столы, парламентские слушания. Побольше будем приобщать население, чтобы они знали. И мы со своей стороны почувствовали, что нужна именно та поддержка населения, чтобы они нас не только критиковали, и мы слушали их мнения. Кроме этого, конечно, надо как-то и с молодежью работать. Поэтому и в школах такие мероприятия будем проводить. Выезжать будут наши все депутаты, в том числе и руководство Государственного Совета. Вот такие же масштабные работы будем проводить. Но, естественно, мы будем подключать всех депутатов, которые до этого, начиная с первого созыва, работали в Государственном Совете. Они все какой-то след оставили. Им будет приятно с нами общаться, и нам будет приятно принимать их опыт. И когда подведение итогов, мы где-то будем в июне, дата у нас 21 июня, это первая сессия Государственного Совета состоялась. Поэтому примерно в этих датах мы будем проводить основные мероприятия. И туда будем приглашать всех депутатов, всех пяти созывов, чтобы они пообщались, встречались. Есть, наверное, о чем-то им рассказывать, вспоминать. Парламент в нынешнем составе работает уже больше двух лет. Можно сказать, что мы до какого-то воображаемого экватора уже добрались. И вот можно ли на сегодняшний момент назвать парламент Чувашской Республики одной большой единой сплоченной командой, которая реально готова сегодня работать на одно дело? Ну, если по сути взять, конечно, парламент – это единая сплоченная команда. Но сейчас вот с появлением фракции в парламенте у них свои задачи, у каждой фракции. Но я думаю, у всех одна задача, чтобы мы принимали достойные, нужные для республики, для жителей законы. Поэтому сам парламент – это единая команда. А за командой, за кулуарами, что творится, ну, такого нет у нас, можно сказать. Просто есть свои предложения с других партий или с других депутатов, с другой фракции. Поэтому вот эта работа, она так и должна быть. А так я могу сказать, что единая команда нашего государственного совета. А как вы относитесь к попыткам некоторых депутатов перед началом сессии внести, ну, некоторую смуту в работу? Иногда есть некоторые депутаты, которые, глядя в камеру, там, когда там публика, делают такие жесты, что они там за народ, что они справедливости хотят. Но, фактически, это совсем по-другому. Потому что все знают, законопроект, который внесенный на рассмотрение государственного совета, первоначально должны его изучать, пройти комитеты, экспертизу должны пройти, рабочие группы. А потом только надо выносить на рассмотрение государственного совета. Поэтому те такие дешевые популистские высказывания перед началом сессии, это просто хотят дешевый авторитет зарабатывать. Поэтому я не очень-то практикую. Но, наверное, тут как-то сравнивать политику и производство. Про производство, вот попробуйте что-нибудь такое творить. Это вообще непонятно. Не может быть такого, не собрав урожай, ты не можешь там печь хлеб. Это так же получается и в законодательстве. Поэтому вот к этому надо подойти как-то очень аккуратно и осторожно. Юрий Алексеевич, вот опыт других региональных законодательных органов показывает, что Чувашия – это один из тех регионов, где количество депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, оно одно из самых низких. Некоторые регионы, в некоторых регионах практически 100% депутатов трудятся на постоянной основе. Где-то депутатам предлагается выбор либо занять парламентское кресло, либо совмещать депутатскую работу с основной деятельностью. Вот как вам кажется, в чувашских условиях есть смысл обсуждать необходимость увеличения количества депутатов, работающих на постоянной основе. И способны ли это качественно улучшить работу парламента? Да, конечно. У нас вот из 44 депутатов и в Конституции прописано, это 9 депутатов, которые работают на постоянной основе. Но, да, есть в некоторых регионах там 100% работают на постоянной основе. Но мы не такой богатый регион, чтобы все депутаты могли работать на профессионально постоянной основе. Потому что вот эти 9, я как налогоплательщик, и то думаю лишний. У нас в Конституции прописано и в федеральном законе, что прошедшие по списку, по партийному списку, мы должны, хотя бы один человек пройдет по списку, по партийному списку, мы должны предоставить ему место в парламенте. И не простое место, а именно руководящий. Но когда, понимаете, руководящий место, обязательно должна быть машина, кабинет и другое. И плюс зарплата немаленькую получают. Я лично считаю, в Государственном Совете 5 мест это вполне достаточно. Это председатель Государственного Совета и председатель комитета, которые должны работать на постоянной основе. Была бы моя воля, я бы сократил вот этот штат. Буквально под занавес прошлого года парламентарии приняли обращение к председателям правительства страны, Государственной Думы России с просьбой оказать дополнительную поддержку сельскохозяйственной отрасли. Ответ пришел. Прокомментируйте. Конечно, республика Чувашская это аграрная республика. Таких у нас в России тоже немало. Ну и связи с вступлением в АТО проблем в аграрном секторе у нас много. Конечно, государство, правительство России и республики выделяем помощь для сельхозтоваропроизводителям. Но, тем не менее, мы думаем, этого недостаточно. Недостаточно потому, что вот если взять где-то с начала 2000 года, у нас зерно и картофель, они в среднем подорожали процентов на 2,5 до 3. А если взять минеральное удобрение, уже по моим данным где-то 21 раз подорожало. А горючий смажистый материал тоже 8-9 раз. Вот как выживать сельхозтоваропроизводителем в такой ситуации? Вот учитывая все, это мы обратились к правительству. И, конечно, есть очень много поддержки с других субъектов наше обращение. Вот на сегодняшний день это где-то свыше 30 субъектов России с поддержкой, именно с поддержкой поддерживают наше обращение. И уже внимание на наше обращение есть. Рассмотрено комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Рассмотрено вот это наше обращение. И там не только они будут рассматривать, и будут рассматривать это Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации. И пока у нас пришло сообщение только из этого комитета Совета Федерации. И, надеемся, будет положительное решение и правительство Российской Федерации. Поэтому все «за» наши обращения должны поддерживать. Мы уверены в этом. В последнее время очень часто и в совершенно разных аудиториях обсуждаются активно две такие темы, как укрупнение муниципалитетов и сосредоточение власти в муниципалитетах в одних руках. Мы знаем примеры, когда в некоторых районах глава администрации, глава района, они не могут поделить сферы своего влияния, определиться, кто из них главный. Вашу позицию по этому вопросу хотелось бы узнать. Мое личное мнение. В любом месте должен быть один руководитель и один хозяин. То, что сейчас многие спрашивают, кто в районе главный, глава администрации или глава района. Если вот так судить, глава района – это избранный народом, это по-другому председатель собрания депутатов, которые работают не на постоянной основе. Они зарплату не получают, а глава администрации района – это уже как бы исполнительная власть, которая непосредственно руководит районом. Тут, наверное, даже вопрос не стоит, кто главный, кто второстепенный. С одной стороны, друг друга они контролируют. Потому что если в единственном лице человек, который работает, я думаю, у него контроля не будет над ним. И тут как быть в такой ситуации? Ну, конечно, и глава администрации, если избранный народом будет, это тоже хороший вариант. Ну и тут полномочия надо определить, кто из них главный. А в районе, чтобы не было такого одностороннего руководства над районом, бесконтрольно, этого допустить нельзя. Поэтому и глава администрации, и глава района, когда будут избраны, всенародные избранными народом, это будет, мне кажется, лучше. Ну, законы надо принять такие, чтобы определить, кто из них главный. Пока вот, да, есть такие трения в некоторых районах. Один говорит, я главный тут, я командую. Другой говорит, у тебя нет такого полномочия. Чтобы этого не допустить, конечно, именно в законодательном порядке мы должны какие-то конкретные меры принять. Укропнение муниципалитетов, я тоже думаю, что такие должны быть, потому что, как бы ни было, все же население в некоторых районах так уменьшается. Уменьшается и, например, город, райцентр отдельный муниципалитет, район другой муниципалитет, и там, и тут только чиновников, которые и зарплату получают, и вроде бы одну и ту же работу делают. Поэтому, я думаю, укропнение, оно нужно, и тут, конечно, это мнение народа. Народ должен свое это поставить, слово заключительное. Я только за. Какие муниципалитеты первые в этой очереди на объединение? На мой взгляд, у нас очень плохие показатели по Шумерле и по Шумерлинскому району. Это, я думаю, первый претендент, который претендует на это. Объединит район и город Шумерле. И, наверное, порядка там намного лучше будет. И предприятия, которые, налоговое поступление, бюджет районный улучшается. И сокращение вот тех чиновников, тех аппаратов, которые одну и ту же работу выполняют. В период всеобщей олимпийской эйфории не могу не спросить вас о вашей знаменитой инициативе оздоровительной об отключении лифтов для госслужащих. Какое-то продвижение этой идеи получило. И, может быть, еще чего-то нового стоит ждать в год 20-летия госсовета? Да, конечно, кто не слышал, моя инициатива была перед началом связи. Я выступил с таким предложением, чтобы хотя бы один день отключить лифты государственных учреждений. Да, пока моя инициатива не услышана исполнительной властью. Я почему вот с такой инициативой вышел? Потому что мы, чиновники, в основном в кабинетах проводим свое время. С утра и до вечера. Ну, конечно, я знаю, что многие работники госучреждений, госслужбы, где-то я могу сказать, что 50%, наверное, это активный образ жизни ведут. Они после работы занимаются спортом. Ну, и не помешает остальным 50%, вот, хотя бы неделю один раз отключив лифт, какие-то вот движения делать. Поэтому с такой инициативой я вышел. Ну, что касается мероприятий, конечно, работники, не работники, а депутаты государственного совета много делают для этого. Именно делают, занимаются пропагандой здорового образа жизни. Многие из наших депутатов, они активно участвуют в спортивных мероприятиях, сами проводят много мероприятий. Много-много мероприятий. Практически во всех районах наши депутаты, там, на призы депутата такого-то. Поэтому вот и я сейчас недавно проводил на призы председателя государственного совета спортивное мероприятие. Вот десятого у нас депутат Семенов будет проводить рыбак-рыбака. Это тоже своего рода мероприятие такое связанное. И мы хотим именно приобщать туда побольше молодежи, чтобы они уже понимали и стали на такой правильный путь жизни. Нередки в некоторых средствах массовой информации достаточно едкие колкие замечания, как в адрес всего парламента, так и в лично ваш адрес. Как относитесь, как реагируете? Ну да, иногда с таких желтых средств массовой информации появляются такие-то непонятные мне статьи, которые непосредственно касаются части руководителей нашей республики, в частности меня. Ну, конечно, это люди, которые пишут в жизни, которые сами ничего не делали, ничего не видели. Которые все время завидуют только тем людям, у кого-то что-то получают. Например, про меня взять и писать такое, что у меня усы фальшивые. Ну, как это такое можно писать? Еще там много чего пишут. Поэтому я первоначально, когда вот только пришел в политику, как-то переживал. А сейчас, когда понял, что это полная ерунда и сплетни слухи, которые вот такая желтая пресса собирает и пишет. Поэтому я перестал на это уделять внимание. А критика, она нужна. Критика нужна, она справедливая и правильная. Вот тогда это уже называется критикой. А сплетни слухи, пустые слова, которые появляются, это не очень-то. И вот все-таки, раз мы с формальной темы добрались до неофициальной, хотелось бы знать, как, чем живут и дышат депутаты вне стен Государственного Совета? Ну, я думаю, у депутатов Государственного Совета, наверное, таких свободных времени нет. Потому что, куда бы они ни выезжали, их уже в лицо знаю, там народ общается с такими предложениями, вопросами. Поэтому, кроме того, что у нас прием, прием в Государственном Совете, там прием, приемный лидер нашей партии. Ну и в свободное время, конечно, мы общаемся с людьми, многими просьбами обращаются, чтобы, например, где-то садик построить, где-то школу надо ремонтировать, где-то что-то делать. Вот много у нас выездов, встречаемся, сами смотрим, что непосредственно надо это. Ну, вот такая работа у депутатов. Депутат, он избранный, всенародный избранный человек. Наверное, депутаты, они все сами как-то просились быть депутатами, никто их не заставлял. Поэтому, раз одели такой хомут или ношу такую, мы должны на благо наших избирателей работать и трудиться. В моих руках обращение в Госсовет старейшин Чувашского национального конгресса. Аксакалы чрезвычайно озабочены состоянием чувашской истории и языка и просят парламентариев вернуться к прежнему варианту правописания. Приведу лишь небольшую цитату из обращения. Все больше Чуваши отлучаются от чтения изданий на чувашском языке, ссылаясь на трудности восприятия текста. Катализатором обрусения является ничем не обоснованная реформация орфографии чувашского языка. По инициативе нескольких горе-реформаторов, без должного анализа и обсуждения, в том числе общественностью, принятая Госсоветом Чуваши и постановлением номер 88, о введении в действие скорректированных правил чувашской орфографии и пунктуации от 13 октября 1994 года. Данное постановление о раздельном правописании вызвало тогда среди Чуваш настоящий шок, и по сей день не утихает недоумение при чтении печатных материалов по новым правилам правописания. К ним невозможно привыкнуть, ибо настолько несуразны и смешны эти так называемые нововведения. Конец цитаты. Языковеды приводят массу примеров казусных случаев. Слово «ештага», написанное слитно, означает «стройный», «раздельно» уже «молодой баран». Словосочетание «тепсагай» и «егихюри» в переводе «крыса», напечатанное в газете «Хабар» по правилам неореформаторов, превращается в бессмысленный набор слов. Под основной скамьей «хвост ветерана». Не только священнослужители, но и простые верующие раздельное написание слов «кельду», «сахсах», «пучап» считают осквернением святых слов, ибо они приобретают совсем иной, порой противоположный смысл. Большая часть населения все равно знает язык до этих нововведений и использует язык тот, который им более практичный, и тот, который более им удобен для использования. Относительно вот этих нововведений, хочу сказать, на самом деле, после всех этих нововведений, язык стал каким-то очень интересным, я в кавычках говорю, да, а в печати, когда начинаю читать, я не утрирую, на самом деле говорю, что с первого раза родной язык, значит, я не понимаю. То есть придется какие-то перечитывать, значит, определенные предложения, а какие-то фразы, значит, какие-то обороты, какие-то слова остаются даже непонятными, что придется где-то там обращаться, кого-то спрашивать, что это означает даже, значить какие-то определенные условия. Надо нашим языковедам, нашим журналистам, надо стремиться к тому, больше стремиться к тому, чтобы читатель, чтобы пользователь, скажем так, больше понимал, а не усложнял себе, скажем так, вот этот процесс чтения, значит, процесс разговорного общения, значит, использовать эти нововведения. Тема, она не закрывается, она должна быть продолжена. Очень много доводов, к сожалению, в пользу того, может быть, к счастью, трудно судить, того, что все-таки, может быть, что-то надо изменить. К тому, что мы сегодня имеем, или к тому, как мы работали чувашским языком в течение 20 лет. Ну, там примеров много, не надо это в аудитории приводить, вы это лучше меня знаете. Несуральство иногда бывает такое, что трудно забрать. То есть тому, не знающему, скажем, чувашский язык, если он попытается перевести, значит, Чубашского на русский, то он не знает, как перевести. С вами была парламентская программа «Законодатели». В мартовском выпуске я, Ольга Панова, постараюсь открыть некоторые секреты парламентской кухни. И вместе с депутатом Госсовета первого созыва мы обязательно вспомним, как все начиналось 20 лет назад. До встречи. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин